В эфире итогов информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В России стартовала запись детей в первый класс. Жители бывшего общежития на Островского живут над бассейном кипятка. Число аварий в регионе снизилось благодаря камерам фиксации. И Рязанская река Листвянка попала в список 30 самых красивых мест России. В предстоящие пятницу и выходные госавтоинспекция проведет в Рязанской области масштабные профилактические мероприятия. Рейды будут направлены в выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Они пройдут на одной из центральных улиц города с привлечением большого количества инспекторов ГИБДД. О том, как это будет, большинство рязанских водителей примерно представляют. Для многих утро понедельника началось с большой пробки на Московском шоссе. С самого утра на Московском шоссе кипит работа. Прохожие оборачиваются, а водители нервничают. Многие из них ни разу не видели в одном месте такого большого числа сотрудников ГИБДД. Более 20 стражей порядка на 200 метров дороги. Живой коридор, в котором документы проверяют сразу у 20 водителей. За несколько минут работы, несколько штрафов за неправильную тонировку, езду без документов и другие нарушения. Но основная цель такого рейда – проверить рязанцев на алкогольное опьянение. И напомнить, что нетрезвый водитель – угроза не только для себя самого. В январе 2017 года зарегистрировано сейчас 4 ДТП. Если это брать аналогичный период прошлого года, 9 ДТП было в состоянии опьянения. Задержан водитель в состоянии опьянения порядка 220. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения 35 водителей. Сотрудники ГИБДД проводят рейды регулярно. Но такую масштабную акцию увидишь нечасто. Место напрямую между автовокзалом и крупными торговыми центрами выбрано не случайно. Участок дороги достаточно широк, чтобы не мешать движению транспорта, но в то же время на нем нет поворотов. Даже заранее увидев инспекторов дорожного движения, нарушитель не сможет скрыться. Любой маневр тут же привлечет внимание. Проверка на алкоголь выполняется с помощью алкотестера. Если водитель отказывается проходить ее на месте, то он будет доставлен к наркологу. При этом автомобиль нарушителя отправится на штрафстоянку, а саун понесет наказание. За данное правонарушение предусмотрено лишение права управления и административного штрафа в порядке 30 тысяч. А если за повторное, там уже уголовная ответственность. Сотрудники ГИБДД напоминают, что дорога – это не место для экспериментов и проверки собственной удачи. Если вы плохо себя чувствуете, а тем более, если выпили бокал кричительного напитка, не садитесь за руль. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения. Помимо масштабных рейдов на службе у сотрудников ГАИ и современной технологии, так, благодаря камерам видеофиксации удалось более чем в два раза снизить число ДТП из-за превышения скорости. О других достижениях этих устройств в репортаже Галины Ершовой. Езда без оглядки для водителей осталась в прошлом. Они привыкли не только всматриваться вдаль в поисках сотрудников ГАИ, но и сбрасывать скорость буквально у каждого столба. Ведь на них могут быть расположены камеры и фото-видео фиксации. На территории Рязанской области уже установлено 44 фоторадарных комплекса, 20 стационарных комплексов, 37 передвижных автоматических регистраторов и многое другое. Всего более 100 единиц специальной техники – передовые разработки современной инженерной мысли. Их установка завершилась в августе прошлого года и уже дала ощутимые результаты. Каждое пятое ДТП на территории Рязанской области происходит из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима. Так, в 2016 году по указанным причинам произошло 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 427 получили ранения. Здесь можно отметить, что снижение данного показателя аварийности в 2016 году на территории Рязанской области по сравнению с 2015 годом произошло более чем в два раза. Камеры видеофиксации расположены на самых опасных перекрестках города. Благодаря им водители стали вести себя осмотрительнее. Ситуация по числу ДТП уже улучшилась на пересечении Первомайского проспекта улицы Коширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной. Трассы федерального значения тоже не остались без внимания. Благодаря комплексам фото-видеофиксации снизилось число нарушений на трассе М5 и Рязанск-Пасклепике. А вот невнимательные и спешащие водители рискуют приехать домой с большим числом квитанции о нарушении правил. Обработкой штрафов занимается Центр автоматической фиксации нарушений, которому в этом году исполняется 5 лет. В 2016 году сотрудниками Центра было вынесено более 1 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложение штрафа на общую сумму более 600 миллионов рублей. Комплексы фото- и видеофиксации продолжают развиваться. Совсем скоро они помогут сотрудникам ГАИ фиксировать не только превышение скорости, но и другие виды нарушений. Однако, несмотря на активную работу сотрудников автоинспекции, дорога по-прежнему остается местом повышенной опасности. Особая бдительность от водителей и пешеходов требуется на Северном обходе, Муромском шоссе, около Зеленинских двориков в Рыбновском районе, а также на 208-256-м километре трассы М6. Будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы поездка по городу и на отдых принесла только положительные эмоции. Несмотря на все усилия инспекторов в части безопасности на дорогах города, трагедии продолжают случаться. Так, во вторник утром на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. Трехлетний мальчик скончался до приезда скорой помощи. Улица Октябрьская, половина восьмого утра на улице только-только светает. По обыкновению здесь в это время час пик. Машин много перед въездом на мост заторы. Нерегулируемый пешеходный переход у спорткомплекса «Чайка» оборудован как наземными знаками, так и на высоте над проезжей частью. Тем не менее, утро вторника обернулось для пешеходов в трагедии. Сегодня около 7.40 утра на улице Октябрьской города Рязани автомобилем Hyundai Solaris был совершен наезд на 25-летнюю женщину с трехлетним ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, с которыми госпитализирована в больницу. Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. Шансов выжить у девочки, возраст которой, по словам очевидцев, около трех лет практически не было. О том, что скорость, с которой ехал автолюбитель, была явно превышена, свидетельствует это любительское видео. Видно, что иномарка, сбившая пешеходов, смогла затормозить только на расстоянии более 10 метров от самого перехода. Скорость была приличная, потому что если сбили на пешеходном переходе, а женщина бежала вон там с ребенком, пешеходном переходе, такая скорость была. И машина стояла там. Статистика свидетельствует о том, что ДТП с участием пешеходов именно возле чайки на Октябрьской случаются довольно часто. В опасном месте установили светофор внимания. Однако трагический случай подтвердил, что водители его игнорируют. Некоторые же и вовсе считают переход не таким уж и опасным. Но я считаю, что он здесь не опасный. Ну, в данном случае это зависит все от водителя, я так думаю. Все обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Переходя дорогу по пешеходному переходу, будьте бдительны и смотрите по сторонам. Прежде чем сделать шаг на зебру, убедитесь, что водители вас пропускают. Плосатая разметка на дороге дает пешеходам преимущество, но, к сожалению, не делает их неуязвимыми. Первый звонок в школах прозвучит еще не скоро. Учебный год в самом разгаре, а между тем, с 1 февраля начался прием заявлений родителей о зачислении детей в первый класс. Наш корреспондент побывала в одной из рязанских школ и узнала, что нужно делать для того, чтобы стать родителем первоклассника. Первые учители – новые друзья. Проходя по коридорам, взрослые вспоминают, как еще недавно сами были детьми. А сейчас они уже выбирают школу для маленького чада. 1 февраля в Рязанской области стартовал прием детей в первый класс. При этом родители могут выбрать любое образовательное учреждение. Критерии здесь у каждого свои. Сын Евгений Лошаковой пойдет по стопам мамы. Мы относимся к этой школе по прописке. Я сама закончила эту школу. Знаю многих учителей. И кому планируем пойти, может быть, попадем. Чтобы устроить ребенка в понравившуюся школу, родители должны зайти на единый портал госуслуги.ру и заполнить заявление в электронной форме. Система автоматически формирует очередь и присваивает человеку порядковый номер. Затем нужно собрать документы и прийти в саму школу. Дальше все родители делятся на две большие группы. Те, кто идут в школу по месту прописки, могут не торопиться. Через 7 дней после подачи документов они автоматически будут зачислены в первый класс. Причем такие льготные условия действуют до 1 июля. Но заявление можно подать вплоть до начала учебного года, до 1 сентября. Редко бывают такие дети, которые закреплены по нашей территории, но пришли, допустим, после 1 июля с опозданием. Как правило, это дети, которые переезжают из других районов, покупают здесь квартиры и оказываются зарегистрированными уже после 1 июля. Однако они попадут в живую очередь вместе со второй группой родителей. Анна Мацюта – авантюристка, но при этом действует с тонким расчетом. Она пришла в первый день, то есть стала одной из первых в своей очереди, максимально увеличив шансы на зачисление ребенка в понравившуюся школу. Большое количество дополнительных занятий в школе, большое количество кружков разнообразных, близость к дому в самое ближайшее расположение, что было. Таким родителям действительно лучше поторопиться. Чем раньше они подадут заявление, тем выше вероятность, что они добьются желаемого. В последнее время количество первоклассников резко увеличилось. На протяжении двух лет мы набираем по пять первых классов. Это более 125 учащихся. И в этом году в школу будущего первоклассника ходят чуть больше 135. В любом случае о выборе школы стоит подумать заранее, ведь дети учителя сформируют образ мысли ребенка и помогут ему полюбить различные науки. Познакомьтесь с этими людьми заранее, а лучше походите в школу будущего первоклассника. По отзывам ребенка вы поймете, нравится ли ему там учиться. А любовь к знаниям – это первый шаг к успеху. В Рязани выбрали нового ректора РГУ. В первом туре с наибольшим количеством голосов ректором выбрали декана исторического факультета Андрея Минаева. Второе место с 50 голосами занял действующий руководитель вуза Алексей Зимин. Ранее сообщалось, что губернатор Олег Ковалев на пост ректора РГУ поддержал кандидатуру Алексея Зимина. Напомним, что конференция по выборам ректора прошла в закрытом формате. Рязанская река Листвянка попала в список 30 самых красивых мест России, которые можно посетить зимой. Рейтинг составил портал «Русский туризм» на основе снимков фотографов. Листвянку представил один из рязанцев. В число лучших снимков попали также озеро Байкал и национальный парк Таганай. Только вот правильно ли это, что Листвянка стоит с ними на одном уровне, выясняла Анна Герцовская. Морозная свежесть, тиние, красота, снег. Первое впечатление от нахождения возле реки Листвянка, которая протекает в Рязанской области. Прекрасная, казалось бы, картина, но вот от чистоты Байкала этот водоем кардинально отличается. Словно земля и воздух, черное и белое, рай и ад. Река Листвянка является самой загрязненной в Рязанской области. В нее сбрасывается 85% от общего числа всех сбрасываемых сточных вод в регионе, всеми предприятиями и организациями. По российскому законодательству предусматривается такой вариант развития событий, только если стойки очищены. В 2015 году общее количество сброшенных сточных вод, поверхностные водоемы, составило 129 миллионов кубометров, более 129 миллионов кубометров сточных вод. Из них около 82 миллионов кубометров было сброшено без надлежащей очистки. Так вот, в ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятиям сбрасываются сточные воды без надлежащей очистки. В сбрасываемых сточных водах выявлены превышения нормативов по таким загрязняющим веществам, как БПК полное, фосфаты, сульфаты, сульфиды, аммонион, нитрит ион, фенол, железо. Река Листвянка протекает по территории четырех районов – Турлатовского, Листвянского, Кораблинского, Льговского. И что самое восхитительное, впадает в Аку, а та в свою очередь в одну из самых великих рек России – Волгу. Так что насыщенные сульфатом, фенолом и железом воды проходят через огромную часть страны. Конечно, постепенно реки очищаются, но справляться с деятельностью людей водоемом трудно. Отметить, что в городе Рязани своих очистных сооружений нет. И все стоки, которые образуются и в жилых массивах, и которые образуются на предприятиях и организациях, сбрасываются на очистные сооружения нефтеперерабатывающие компании. То есть отсюда вот эта огромная цифра сточных вод. Так и получается, что вся эта вода идет в Листвянку. Сейчас ведется активная борьба с загрязнением водоема. Природоохранной прокуратурой было предъявлено, сначала было внесено представление в адрес предприятия об устранении нарушений. Затем было предъявлено исковое заявление к предприятию об обязании обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. В 2014 году решение состоялось. Исковые требования природоохранного прокурора были полностью удовлетворены. И на предприятие было наложено обязательство обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Итоговый срок, в который должны быть устранены все нарушения, август 2017 года. Если очистные сооружения действительно станут очищать сбрасываемую воду, тогда Листвянка, завоевавшая титул красавицы России, сможет полностью соответствовать этому статусу. А рязанцы смогут ей гордиться. В бывшем общежитии на улице Островского уже долгое время подвал дома залит кипятком. Прорыв отопления в бывшем общежитии произошел еще до Нового года. Три недели назад мы показывали сюжеты об этой коммунальной проблеме, но на сегодняшний момент никаких улучшений не последовало. Люди живут над бассейном кипятка, в который превратился их подвал. Этот дом был построен в 1967 году. Однажды здесь только лишь проводился капитальный ремонт крыши. По словам жильцов, 7 лет назад. Больше ничего. Год за годом граждане борются с глобальной проблемой. Каждый отопительный сезон их дом кипит словно чайник. Я здесь в этом доме живу 26 лет. И по стене 5 лет вот такое безобразие творится. Прорывы троп внизу. Они в одном месте на трубу ставят хомут, в другом месте прорывается течь, затапливают подвалы. Высота подвала, по словам местных жителей, не более 70 сантиметров. Фундамента нет. Внизу земля. Так что мастерам приходится, проваливаясь в мокрую почву, буквально ползать по подвалу в тумане и искать течь. Иногда это делают сами жители злосчастного дома. Там ничего не видно, но слышно очень отчетливо, что в сифоне. В подвале шипит горячая вода из трубы, повсюду пар, образуется конденсат. Капли появляются на потолке и стенах, в самом подвале, в коридоре, комнатах, везде. Людям невозможно становится сушить свои вещи. Они их постоянно перестирывают. Конечно, они все заплеснели. Вот и крапирок. На, пусть сейчас я к вам вернусь. Влажно, и все, вы перестите. Представить трудно, как в этом доме дышат люди. Первое ощущение при входе в подъезд, что вы попали в хамам, турецкую баню. Только слишком тяжелый и неприятный воздух. Проведя даже 10 минут в этом здании, мне стало трудно дышать. Оказывается, жильцы общежития все равно не могут привыкнуть к этому пару. Даже с маленькими детьми по ночам они спят с открытыми окнами в своих комнатах. Жильцы дома хотят, чтобы замена или капитальный ремонт труб был произведен в ближайшее время. Они готовы пережить отключение отопления. Не раз такое уже случалось, поэтому у многих есть электрические обогреватели. 28 декабря я пошел в управляющую компанию. Из-за того, что полы были очень горячие, ходить по ним было нельзя. Они пришли, отключили отопление. И все новогодние праздники отопления не было. 10 января жильцам дали отопление. После чего в доме полопались трубы, а подвал залило горячей водой, уже понакатанный. Вот так заботится о жильцах их управляющая компания. С управляющей компанией вообще у нас была городская роща. То есть мы узнавали, звонили в инспекцию. В инспекции нам сказали, что управдом. Сам директор городской рощи говорит, что городская роща. Оказалось, что ответы жильцам на их запросы приходят от управляющей компании управдом. А пишут они свои претензии в городскую рощу. Граждане не понимают, что происходит. На проблему никто не реагирует. Люди собирали подписи и обращались к губернатору Рязанской области. Но пока ничего. Они в отчаянии и вновь и вновь выкладывают посты в интернете и призывают СМИ помочь им. Одна из фотографий в соцсети уже привлекла к себе внимание общественников. Я как член штаба Российского народа фронта решил подключиться к данной проблеме и попробовать помочь жителям решить данную ситуацию. Путем усилий штаба и инициативной группы, которая здесь была организована, мы написали предписание, то есть прошение в жилинспекцию. Соответственно, написали документы в администрацию и, соответственно, ждали ответа от жилинспекции. Жилинспекция, как вы уже видели, то есть по документам свой ответ прислала. Соответственно, мы, в свою очередь, будем добиваться решения данного вопроса и дальше. Для того, чтобы вернуть жителям нормальные условия. Вся инициативная группа приходит к выводу, что нужно вновь обратиться в вышестоящие органы, чтобы управляющую компанию, которая отвечает за этот дом, как бы она ни называлась, заставили исправить катастрофическую ситуацию. Пока полы первого этажа, которые в основном деревянные, уже сильно гниют, не провалились в подвал, а все дети, живущие в общежитии, не приобрели заболевания дыхательной системы. Братья наши меньшие, как никто, страдают от морозов и, в отличие от людей, не всегда могут позаботиться о себе сами. Животным, которые находятся в Рязанском муниципальном приюте, в отличие от бездомных, повезло. Их есть, кому накормить и обогреть. И день от дня подобранных с улиц собак в городской службе по контролю за безнадзорными животными становится все больше. Отловы проходят регулярно. Рыжие, белые, черные. Кого-то сюда привезли со стройки, кого-то нашли в гаражах. Кто-то еще недавно бродил по улице в поиске еды. Это городская служба по контролю за безнадзорными животными. Когда-то бывшая лайка, где животных после отлова убивали. Превратилась буквально в то место, где для собак начинается вторая жизнь. На плите варится каша. На столе для процедур щенку делают укол. Сейчас в городской службе находится более 200 собак. И их численность постоянно растет. Отлавливают животных ежедневно. И если система кормления и лечения налажена, то самого важного рабочих не хватает. Здесь не только дворняжки, но и породистые собаки. Животных после отлова лечат, прививают и стерилизуют. Затем ищут новых хозяев. А пока они живут, в этих вольерах им необходима помощь горожан. Например, когда на улице минус 15, в клетке нужны подстилки. И рязанцы откликаются. Эти матрасы и покрывалы привезли сегодня. И у пушистых друзей в клетке становится гораздо теплее и уютнее. Подстилки нужны маленьким щенкам, которые живут у нас в теплом помещении, которые только приехали с отлова. И мы, конечно, не ожидали того, что СМИ очень хорошо разнесет эту весть. И с вчерашнего вечера у меня начал разрываться телефон. И люди по всему городу готовы собирать мешки, собирать по соседям, отдавать животным. То, что нам, может быть, никогда и не нужно, не пригодится, уже на помойку надо отнести. Но для животных это необходимо сейчас. За их судьбу можно не беспокоиться. Здесь им сытно и тепло. Работники службы уверены, что щенят им удастся устроить в семье. А пока им нужно совсем немного. Всего лишь помощь неравнодушных сердец и вера, что когда-нибудь верный друг найдет своего любимого хозяина. В Рязани появился первый в истории региона кандидат в мастера спорта по биатлону. Алексею Адрову всего 16 лет. И для традиционного возрастного вида спорта это серьезное достижение. Анна Герцовская побывала на одной из тренировок биатлониста и выяснила, каким трудом ему досталось новое спортивное звание. Алексей Адров встал на лыжи еще в 4 года. На какой-то период он даже откладывал их в сторону. Сейчас все его свободное от учебы в Рязанском строительном колледже время занимают тренировки на биатлонной трассе. Прошедшие соревнования в Смоленской области, на которых собрались лучшие спортсмены Центрального федерального округа, завершились для него победой в спринте. До этого в индивидуальной гонке он показал пятый результат с шестью промахами. Бежало более 40 спортсменов. В таком виде спорта случайностей не бывает и явные лидеры выделяются от гонки к гонке. В составе команды Алексея был и его отец Виталий Адров, который всю свою жизнь неразрывно связан с лыжами. И он в спринте уже вышел, скажем так, более уверенным, наверное. Хотя, опять же, мы не ставили ему задач выигрывать. Однако с первых метров дистанции, еще до огневого рубежа, Алексей взял лидерство. Его велитренеры подсказывали, помогали. По одному промаху на первой и на второй стрельбе. За каждый из них по штрафному кругу в 150 метров. И все равно лидерство за Алексеем. Вышел на заключительный круг двухкилометровый. После второй стрельбы стоя он вышел с преимуществом порядка 8-10 секунд. Но на финише его преимущество оказалось над вторым соперником 17,7 секунды. Это, скажем так, для дистанции в 6 километров. Это серьезное преимущество. Промахи на стрельбе для такого возраста это нормально. Но заметьте, какой у Алексея ход. И это неудивительно. Биатлоном он занимается последние два года. А лыжами уже давно. Профессионально. В прошлом году приехал на Лужнюю Россию. Вообще я изначально приехал бежать в ГТО. Потом в итоге уже все на ГТО стартанули. А я все, проспал старт и сказал, я лучше побегу в Лужнюю Россию. Ну, побежал пятерку, выиграл в Абсолюте. Чуть мне буран на лыжи чуть не наехал. Я его, то есть, догнал. То есть, Алексей может в прямом смысле слова догнать снегоход. На трассе машина была нужна для того, чтобы снимать спортсменов. В этом году Лужня России состоится 11 февраля. И будет проходить как раз вблизи Рязанского биатлонного комплекса. Что же касается Алексея, то за первое место в спринте в Смоленске ему присвоили звание кандидата в мастера спорта по биатлону. Именно призовые места на прошедших соревнованиях давали возможность выполнить норматив. А не время, за которое спортсмен прошел дистанцию. Ведь погодные условия могут быть разные. И поэтому в биатлоне оценка идет по факту занятых мест. Также победами в основном оцениваются заслуги великих спортсменов. Кумир Алексея Адрова Ули Айнар Бьерн Дайлен. Ули Айнар, он уже сколько выступает, ему уже довольно-таки много лет, и он наравне с лидерами бежит. Восьмикратный олимпийский чемпион. Более 100 наград на этапах Кубка мира. Остается пожелать Алексею дальнейших успехов. Ведь он настроен на достижение больших высот, а Рязанскому региону еще большего развития биатлонного спорта. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова